Здравствуйте, меня зовут Виталий Миклюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео мы разберем тему, можно ли удалять татуировки и татуаж фотоэпилятором. Давайте начнем. Я еще застал те времена, когда предпринимались попытки удаления татуировок фотоэпилятором. Сразу скажу, фотоэпилятор никак не подходит для удаления тату. Фотоэпилятор это не лазер и излучает он мощный свет. Источником энергии является мощная ксеноновая лампа, которая испускает достаточно широкий спектр различных длин волн. При этом в фотоэпиляторах используются специальные отсекающие световые фильтры, которые убирают ненужную часть спектра, но тем не менее диапазон длин волн остается большой. Энергия фотоэпилятора также большая, достигает 50 джоулей на квадратный сантиметр и более. При этом длительность импульса составляет 20-30 миллисекунд. Сама вспышка фотоэпилятора происходит дробно и состоит из нескольких небольших подымпульсов с паузой между ними. Однако даже в таком варианте длительность вспышек фотоэпилятора в несколько миллисекунд критически отличается от наносекунд, которые используются в неодимовых ку-свич лазеров, которые специализированы для удаления тату. Что же в итоге произойдет, если вдруг вы случайно или сознательно решите провести эксперимент и воздействуете на татуировку или татуаж при помощи фотоэпилятора? Прежде всего я призываю этого не делать. Все эксперименты и исследования уже давно выполнены и выяснены, что при такой длительности импульса происходит колоссальнейший разогрев любого искусственного пигмента, находящегося в тканях в зоне воздействия фотоэпилятора. Тату-пигмент выполняет роль нагревательного элемента, практически как кипятильник, включенный внутри кожи, потому что он разогревается очень долгим импульсом по сравнению с длительностью наносекундного лазера и происходит кипячение кожи на медленном огне. По сути происходит колоссальнейший ожог всех тканей, окружающих искусственный пигмент. Фотоэпилятор является источником некаллимированного света, то есть распространяющегося с рассеиванием. Таким образом, работать рядом с татуировками им опаснее, чем диодом или александритовым лазером для эпиляции. Даже не заходя непосредственно на площадь татуировки, а просто подойдя к ней близко, можно получить ожог. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, не проводите такие эксперименты ни на себе, ни на своих клиентах. А если вы клиент, то не позволяйте псевдоспециалистам пытаться на вас поставить эксперимент и заехать фотоэпилятором на татуировку или татуаж. Это приведет только к травме, ожогам, длительному заживлению и будет высокой вероятность формирования рубцов. Такие ситуации происходят либо по незнанию, либо из-за уверенности в том, что какая разница, волосы же удаляет фотоэпилятор, а это почти одно и то же, наверное, разрушит и пигмент татуировки. Но это совершенно не так и механизмы используются совершенно разные. Используйте для удаления тату только специализированные лазеры. Напомню, это неодимовый кусвич или пикосекундный лазер или александритовый кусвич или пикосекундный. Кусвич означает, что используется модулятор добротности и генерация импульсов происходит в наносекундном диапазоне. Одна наносекунда это 1 миллиардная доля секунды. Это сверх короткий импульс и только он позволяет нетравматично разрушить пигмент без повреждения окружающей кожи, как механически, так и термически. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микрюков.